Требуем включить горячую воду! Холодное лето в этом году слегкой окупают коммунальные страсти, разгоревшиеся сразу в нескольких крупных поселениях Дмитровского района. Выкшив минувшую субботу, люди вышли на импровизированный митинг напротив местной администрации, чтобы высказать свое возмущение, отсутствие на протяжении уже трех недель горячей воды. Я требую включить горячую воду от имени своей семьи из четырех человек и маленького ребенка-бедовалого. Практически месяц в доме отключена горячая вода. Так, она отключена по всей Викши, Петенево, Туристе и в остальных районах. Прошу администрацию хотя бы объяснить, почему страдают люди, исправно платящие коммунальные услуги. Я требую у губернатора Московской области, чтобы дали горячую воду. Ребенок постоянно болеет из-за того, что нет горячей воды и холодно в доме. Так уж повелось, что нас давно приучили к плановым отключениям горячей воды в летний период, как нам говорят, для ремонтных работ. Икшанцев сразу предупредили, что отключение произошло из-за долгов районных коммунальщиков перед структурами «Газпрома». Поэтому отключение было массовое и на неопределенный срок. Икшанцы хотели в эти выходные перекрыть Дмитровское шоссе, чтобы обратить внимание на свои проблемы областных властей. Но пока воздержались от этой крайней меры. Сначала они сказали нам, что 28-го в воду дадут. Потом повесили объявление, что 4-го числа июля. А теперь вообще молчат. Поселковые администрации ответить что-то определенное людям не могут. Представители газового монополиста, естественно, к народу выходить не собираются. Известно только, что переговоры Дмитровских районных властей с газовиками ведутся. Но результаты, как видят люди в своих кранах, горячего водоснабжения пока нет. Вы не понимаете! Вот, вы понимаете! В Деденево градус недовольства прекращением подачи газа в поселковые котельные еще выше. Здесь нет горячей воды уже больше месяца. И подобные коммунальные ЧП в городском поселении возникают регулярно уже как минимум 5 последних лет. В минувшую пятницу люди собрались, чтобы выслушать информацию представителей Дмитровской администрации и коммунальных служб района. Кстати, глава городского поселения Деденева Светлана Тягачева привычно не явилась на встречу со своим возмущенным электоратом. По нашей информации, она сказалась больной. Ну вот, что на сегодняшний день можно сказать. Вот я две недели назад исполнял еще обязанности за главу района. Вот так получилось. Валерий Васильевич сложил полномочия и как раз первый звонок от Светланы Николаевны Тягачевой пришелся как раз ко мне. Значит, по поводу этой проблемы, что на протяжении последнего периода вопрос никак не решается и с просьбой, чтобы администрация района здесь подключила свой ресурс. Что хотел бы сказать? Ну вот лично выходил и разговаривал на нашу газоснабжающую организацию. Это Газпром. Межрегион ГАЗ Москва. Зам генерального директора Игнатьев. Значит, что было сказано? Что действительно у нас уже с мая месяца по настоящее время по ресурсоснабжающей организации образовалась задолженность. Причем значительная задолженность. Представитель местной ресурсоснабжающей организации МПН пытался объяснить Деденисом, что долги его компании перед газовиками сформировались из-за долгов уже перед ним, других коммунальных служб и организаций. А эти долги, в свою очередь, резко выросли из-за массовых неплатежей коммунальных услуг населения. Однако у масштабного отключения подачи газа в районные котельные есть еще одна подоплека. В начале нынешнего лета должно было произойти вхождение Газпром Теплоэнерго в Дмитровский район по одному из двух вариантов. Приватизация структуры Газпрома местного теплового хозяйства или концессионное соглашение о получении его в пользование на 10-15 лет. Предварительная договоренность по долгам перед газовиками была следующая. Часть долгов, а их только за поставки газа более 300 миллионов рублей, должна пойти в счет приватизации, если будет выбран этот путь вхождения структуры Газпрома в наш район. Остальные долги Дмитровское теплоснабжающее предприятие будет погашать самостоятельно. Однако что-то пошло не так. Стороны не договорились. И, похоже, перекрытие газового вентиля монополистам – это аргумент газовиков для ускорения переговоров. Пока же на местах пытаются решить имеющимися средствами вопрос о хотя бы временном возобновлении горячего водоснабжения в жилые дома поселений. В данный момент решается, каким образом наш акционер занимает нам деньги. И как только произойдет первая оплата, авансовый платеж в размере 5 миллионов, то была договоренность достигнута, что Газпром подаст газ в данный момент. Вот таким образом сейчас этот вопрос решается. То есть, если не сегодня, то, я думаю, понедельник. То есть, это вопрос всего тут нескольких дней небольших. На собрании жильцов в Деденево люди решили, если ситуация не изменится, собрать 22 июля массовый митинг у стен администрации ГП Деденева с требованием отставки местного главы и Совета депутатов. И, конечно, возвращение горячей воды в городское поселение. У властей меньше двух недель, чтобы завершить в положительную сторону переговоры с представителями структур Газпрома и снять нарастающие с каждым днем социальное напряжение в муниципалитете. Эта ситуация складывается в Деденеве уже не первый год. На мой взгляд, ОМПН – это правоприемник муку КГП Деденева, которые также обанкротились многомиллионными долгами. То есть, ситуация повторяется? Да. И как будут выходить ситуации? Или будет опять продолжение этой истории? Мне кажется, мы опять будем сидеть месяцами без горячей воды, пока на нас не обратят внимание правительство Московской области или кто-то с федерального уровня. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ